Добрый день, дорогие друзья! Пенсионные переживания или страдания? Тема этого небольшого видео. И поводом послужило то, что я встретился с такими же, как и я, скажем так, ранними пенсионерами, то есть тем людям, которым исполнилось мужчинам 60 лет. И у многих людей минимальная пенсия социальная это 8400 рублей. Я говорю сейчас о России. И я встречался с несколькими из людьми. И удивляет огромное количество людей, которые работали, а у них минимальные пенсии. Сгоревшие или пропавшие архивы, в данном случае, как и у меня в том числе. И у многих людей разочарование и страдание и переживание на тему, а что же будет, как можно жить с этой пенсией 8400 рублей. И, конечно же, пока люди не пребывают в пенсионном возрасте, они наивно полагают, что об этом думать им не нужно. Но вот на двух работах я спрашиваю молодежь, что они думают о своей пенсии. И большинство из них говорят, а мы не думаем о ней. Тут бы выжить сегодня. И я не ошибусь, если скажу две такие вещи. Как? В России большая часть людей работает по-черному. То есть, нету белых зарплат, вынуждены они работать по найму в частных каких-то фирмах или организациях, негосударственных. И мало того, что зарплаты не очень большие, я сейчас не говорю о Москве, о Питере, а об остальной России, где заработная плата условно от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. А согласитесь, если человек имеет детей, то это крайне маленькая зарплата. Получается, по сегодняшним ценам, и на жилье, и на питание, и на образование, и на медицину, это крайне небольшие заработные платы. И поэтому молодежь сегодня пребывает в ситуации, когда ей необходимо думать о пенсиях. Но возможности для этого у них крайне-крайне ограничены. Итак, я встретился с людьми, пенсионерами, которые 1-2 года как начали получать пенсию, и у многих есть объективные причины говорить о том, что государство их обмануло. Так ли это? Это другая тема. Но 8400 рублей, из которых необходимо заплатить коммунальные расходы, а они составляют очень большую часть. Очень большую часть. Затем питание. Мы даже разговаривая, представляли, что вот условно человек тратит 100 рублей сегодня на завтрак, 100 рублей на обед и 100 рублей на ужин. Это 300 рублей, это получается на человека 9000 рублей минимально в месяц. И даже этого не получается. И даже, наверное, половины не остается после того, как человек оплатит коммунальные расходы. Затем транспорт. Как бы человек ни старался, ему необходимо куда-то двигаться, переезжать. Затем праздники, гости и похороны, которые неизбежны. Чем старше человек становится, тем большее количество его родственников, близких, друзей, коллег по работе, соседи уходят из жизни. И так принято, что, по крайней мере у нас, в Осетии, что люди дают какие-то деньги. И все меньше и меньше людей дают уже 500 рублей на похороны, а все больше и больше дают, вот, тысячи и более рублей. Это большая статья расхода. А затем есть люди, которые в пенсионном возрасте уже испытывают недомогание, болезни, им необходимо лекарство и обращение к медицинским работникам, которые тоже в большинстве своем являются платными сегодня. И все это заставляет людей переживать, страдать и думать, что же им делать. Конечно, лучше всего думать об этом заранее, а не тогда, когда уже пришла пенсионная пора. Но проблема заключается в том, что была одна страна Советский Союз, теперь другая страна Россия. И в каждой из этих стран по-своему условно заботятся о старых людях, о пожилых людях. И поэтому, что будет дальше, никому неизвестно. Но что можно вообще предпринять? Я буду называть абсурдные, может быть, нелепые предположения, о которых мы говорили или я говорил с этими людьми. Первое. Это кушать один раз в день, а еще лучше кушать через день один раз. И при этом чувствовать себя здорово. Дальше. Переехать, жить с этой пенсией на Кубу, или в Доминиканскую республику, или в Грузию. И жить там. Следующее. Это банально. Просто умирает человек. Умереть. Следующее. Перебраться в село и завести пассивное домашнее хозяйство без животных. То есть, это мед, это картофель, это тыква, морковь, это грецкие орехи. И на этом стараться выживать. Есть возможность у некоторых людей переехать к детям. Но эта возможность, она не у всех людей. И не только потому, что дети не у всех людей, нет. А еще и потому, что дети не живут, может быть, в этой стране, рядом со своими родителями. Или дети по тем или иным причинам не могут забрать к себе родителей. Есть такая возможность, заранее думая о низких пенсиях, собрать энное количество денежных знаков и положить их на проценты в банк. Условно, 1 миллион 200 тысяч рублей, это по 5 тысяч в месяц с возраста 60 лет до 80 лет. И хранить эту сумму в банке, получая определенные проценты и добавляя эти проценты к своей минимальной этой пенсии. И есть еще, наверное, один вариант, это работа на дому, посильная, ну, условно, писать книги. Другое дело, будут ли их читать или покупать. Вот такие переживания пенсионеров я озвучиваю. Что думаете вы об этом? Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok